Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас с вами оказались на занятиях по послушанию и охране своих владельцев. Узнайте очень много интересного. В этой школе дрессировки даже маленький фокстерьер умеет защищать и охранять. Со смелой чуней постоянные телезрители клуба «Шико» знакомы. Она вместе со своими друзьями-черными терьерами часто выступает на выставках, показывая чудеса дрессировки. Ну, она охотник, она к людям абсолютно лояльна. Она всех залезать хочет. А поставлена на охрану в игровой форме, приучена выполнять команду. Но выполняет она блестяще? Ну, темперамент хороший, психика стабильная. Ну и работы, много работы, да. Оно не очень послушное, потому что охотник. Но если собакой не заниматься, любая собака дурить начинает. А вот сложно заниматься с черными терьерами? Ну, вообще с любой собакой сложно заниматься в плане того, что учат не собак, учат хозяев. Черный терьер – достаточно интеллектуально развитая собака, если ей дают правильные нагрузки. Все-таки служебник. Ну, а добились хозяева таких успехов, занимаясь в группе тренера-кинолога Валентины Шестопалова, который считает, заниматься нужно с любой собакой. Ну, во-первых, в любом случае собака – это животное. Если это животное… У нее есть свои задатки. Она может и сидеть, и лежать, и стоять, и кусаться. Но в любом случае вы должны уметь управлять данным животным. Эмоциями управлять. Эмоциями собаки управлять. Если вы собаку не контролируете, вы не можете понять, в какой ситуации как она сработает. То есть, если вы не уверены, как вы можете отпустить собаку с поводка. И здесь ни рост, ни вес, ни порода не имеют значения. Или вы со шпицами идете, или вы идете с кавказцем. В любом случае собака должна быть управляемая. Не обязательно, чтобы она работала на 50 метров. Но самое элементарное – команда ко мне, движение рядом, остановка. Чтобы собака хозяина признавала. Ну, в любом случае животное должно быть управляемое. Ну, вот скажите, сколько примерно нужно заниматься, чтобы собака выросла умной и образованной? Ну, по стандартам, чтобы собака была рабочая – 2 года. Но если вы… Все равно же каждый выходит с собакой гулять. Два раза в день – это, ну, минимум. Выходите на прогулку, занимайтесь потихоньку. На занятия на поляну на берегу Салгира ходят владельцы с собаками разных пород и возрастов. К сожалению, в городе нет специальных площадок. Но это не мешает добиваться от собак не только безоговорочного послушания, но и разных навыков, позволяющих легче управлять любым мастифом, овчаркой, черным терьером. Я считаю, что это обязательно нужно, потому что мы завели собаку предметно, потому что сейчас очень много беспредела, и может обидеть кто угодно. Поэтому мы взяли именно собаку охранника-компаньона. Посещая школу-дрессуру, люди увлекаются. Говорят, что им самим полезно позаниматься с Валентином. Собаке нужно, чтобы была послушная, чтобы воспитанная. Да и нам это надо. Людей дисциплинируют. То есть хозяев тоже учат? Конечно. Добру учат хозяев. Всему хорошему. Собака, она только позитив приносит. Особенно, когда собака воспитанная. Сидеть. Занятие по защите – это серьезное мероприятие, требующее навыков не только от собаки, но и смелости от всех участников. И это приходит с опытом. Через несколько минут продолжим знакомство с участниками школы-дрессуры. Арбуз на завтрак. На обед хозяйка обещала корочку. Когда ты придешь? Когда ты придешь? Говорят, лев – царь. Ха! В рубрике смотрим удивительные фотографии Татьяны Павловой, членов ее семьи с грациозными русскими борзыми. Мы сегодня на занятиях школы-дрессуры продолжаем знакомить вас с мужественными участниками. Ведь занятия с собаками по защите и послушанию требуют терпения, усердия и смелости. На защиту ходим с октября прошлого года. Это у меня пятая собака. Все были немецкие овчарки. Очень люблю эту породу за преданность, за то, что они послушные. Но у меня частный дом. Мне еще, кроме того, нужен защитник. И охранник, да? Да, и охранник дома. И я безумно от этой породы. Легко было вообще научить собаку так слушаться? Ну, это у меня пятая собака, поэтому, в принципе, сложности и не было. Я начинал сам, а потом пришел на курсы и закрепили все, что... Много-много узнал, конечно. Собака послушная, хорошо ездит в машине, любит прогулки, любит купаться, любит общаться. Лежать! То есть вообще в небеской овчарке все сошлось? И компаньон, и охранник? Для меня это идеальная собака. Рассидеть. Стоять. Хорошо. Конечно, за один месяц собаку многому не научишь. Для собачьего образования требуется время, даже если ты планируешь только курсы общего послушания. Собака все-таки нужна для охраны. Собака должна работать. Поэтому мы как раз и выбрали рабочую породу собаки. Жаль, что их уже становится все меньше и меньше. Люди боятся все-таки с ними заниматься. Люди боятся их содержать. Потому что собака будет очень тяжелая в плане общения и в плане воспитания сидеть. Молодец. Все, кто занимаются, понимают важность процесса. Поэтому чаще остаются в школе годами. Вот Аврора давно обучилась всему. Но хозяйка занятия не бросила. Прежде всего это для меня защита, а не для нее. А послушание – это для того, чтобы я могла выйти в люди, ходить, общаться с другими собаками, с другими людьми. Спокойно для себя. У каждой собаки, конечно, свои особенности. Возможность интеллекта и характер. Поэтому здесь на занятиях с собаками подходит индивидуально. На всемирке я столкнулась с тем, что многие эксперты очень хвалили нашего терьера черного. Говорили, что это достижение русской кинологии. Вообще, вот вы с ним общаетесь. Что можете сказать ментально? Какой он? Легко поддается дрессировке? Очень легко, по-моему, поддается черный терьер дрессировке. Он выведен как рабочая порода специально для охраны. Ну, в свое время по приказу НКВД для охраны заключенных в Сибири. Вроде говорят так. Намешано много пород. Ну, и удачно намешано. Удачно он именно рабочая собака, которая легко дрессируемая. И для охраны дома, по-моему, незаменимая. Лучшая порода. Вот сколько вы со своим тренировались? Я со своим тренировался. Ну, в принципе, я с рождения. Всегда каждый день тренируешься. Дома находишься. Ты с ним в любом случае чем-то как-то занимаешься. А так именно ходили, занимались мы три месяца. С ней мы занимаемся полгода. У нас две собаки. У всех разный темперамент. Поэтому и тренер по-разному к ним подход находит. К этой более активные, более такие крепкие меры. Мальчик у нас более спокойный. С ним более так ласково работаем. Как вы думаете, почему необходимо с собакой заниматься защитой, охраной и послушанием? Ну, в первую очередь у собак должна быть команда стоп. Они должны уметь останавливаться, даже если они в агрессии. Заниматься нужно, потому что любая собака должна обучаться. Допустим, наши, они до трех лет позволяют себя обучать. А потом уже вы получаете готовый результат. И будет поздно что-либо делать. Поэтому порода серьезная и нужно обязательно заниматься. Ну, а тренер в этой группе всегда рядом. Нужно приехать на площадку. Приехали, позанимались дрессировщиком. Вам дрессировщик подсказал, сказал, что нужно делать. Вы уже отталкиваясь от этого, вы уже работаете с собакой. Не получается что-то. Опять приехали, вам подсказали, сделали. Литература есть. Видеоролики есть. Дрессировщики есть. Что вы можете посоветовать человеку, который только что взял двухмесячного щенка, например, немецкой овчарки, что ему делать? В первую очередь, лучше всего найти дрессировщика. В любом случае, дрессировщик посмотрит на щенка, он скажет, сколько бы у вас не было собак, каждая порода, даже одна и та же порода, она будет вести себя по-разному. И поэтому, пускай у вас было 5 овчарок, но вы берете очередного щенка, у вас есть опыт, но поведение может быть непредсказуемо. То есть, вы, может, не встречались с таким поведением данного щенка. В любом случае, вам дрессировщик подскажет. Вам не обязательно с ним заниматься постоянно. Вам нужно просто, чтобы дрессировщик дал именно наводящее поведение, чтобы вы понимали, как правильно себя вести с данной собакой. И все. Своего мужественного кинолога участники группы любят. Собаки так вообще не сводят глаз. И все меня попросили передать ему слова благодарности и уважения. В этой рубрике кошки ангорской породы. Элегантные и грациозные. Умные и ласковые. Они всегда рядом. Часто турецкие ангоры выбирают одного хозяина и преданы ему, как собаки. Турецкие ангоры – долгожители. Доживают до 20 и более лет. Подходят для любой семьи. Из-за отсутствия подшерстка уход за шубкой ангор не требует усилий и много времени. Подходит частный дом. И квартира. Ангорки любят охотиться и ловить мышей. Отличаются прекрасным интеллектом. Легко обучаемы. Конечно, любят гулять. Цены от 5 до 25 тысяч. В рубрике фильм-фильм рекомендуем посмотреть одну из серий «Книги джунглей», выпущенную в прокат в 2016 году. Вас ждут захватывающие приключения Маугли, который покидает волчью стаю и отправляется к людям. Что говорит закон? Таков вековой закон джунглей, извечный, как небосвод. Кто чтит его, будет жить долго. А тот, кто нарушит, умрет. Как обвившая древа Иоанна, плетет в свои петли закон, что стая сильна силой волка, а волк силой стаи силен. Субтитры создавал DimaTorzok